плагины в wordpress плагины вкладка находится у нас здесь и несколько слов что такое плагины плагины по сути позволяют расширить функционал вашего сайта в зависимости от нужды скажем изначально движок wordpress пустой голый абсолютно если вам нужно сделать интернет-магазин то вы так или иначе будет устанавливать специальный заготовленный плагин такие существуют на wordpress на самом деле плагинов существуют под разные задачи миллионы на wordpress как платных так и бесплатных все плагины находятся здесь изначально сейчас вы видите два плагина у меня они неактивны они вам и не нужны эти два плагина мы впоследствии с вами их удалим как ищутся плагины необходимы для вашего сайта конечно вы должны знать название плагина потому что поиск здесь на русском не работает ну или сначала в интернете вы находите какой-то плагин под ваш функционал потом ищите вы здесь в репозитории устанавливаете и также каждый плагин имеет настройки бывает даже большое количество настроек если это большой плагин также очень часто коммерческие темы шаблоны с большим функционалом сразу на борту имеют дополнительные плагины то есть при установке темы тема сама устанавливает плагины которые существуют у нее плагины также находятся здесь и виджеты если такие существуют именно от самой темы мы нажимаем добавить новый сразу видим уже плагины какие-то нам здесь показываются при выборе плагина если вы сомневаетесь на что нужно смотреть как часто разработчик следит за обновлениями то есть вот здесь вот показал каждого плагина когда он был обновлен очень важно совместим с вашей версии wordpress то есть наша версия wordpress вот здесь в правом нижнем углу на момент записи видео 551 последняя версия соответственно здесь стоят галочки значит проблем не будет просто если вы по каким-то причинам wordpress не обновляете а плагин не поддерживают вашу версию wordpress могут быть конфликты также плагин нужно смотреть нажимая детали вот здесь у каждого плагина здесь есть такая ссылка то есть есть установить но перед установкой мы изучаем смотрим на детали смотрим отзывы оценки насколько плагин хорош также плагин может поддерживать русский язык а может и не поддерживать изменения скриншоты как выглядит плагин это все мы смотрим и конечно же нужно плагин тестировать если мы все посмотрели на все устраивает то есть на тестовом сайте не рабочий сайт мы тестим смотрим подходит ли он нам потому что бывает на какую-то одну тему разные плагины от разных авторов и нам нужно выбрать лучший плагин который подойдет именно нам теперь поиск например известный плагин в у коммерс так он называется вот он у нас один плагин но это самый мощный самый популярный плагин для создания полноценного интернет-магазина с корзиной с товарами с фильтром и так далее также под волкоммерс есть и другие плагины расширяющий функционал уже самого коммерс в этом видео мы с вами просто знакомимся я не буду в этом видео ставить какие-то плагины у всей этой мощи и красоте этих всех плагинов казалось бы что мы можем установить любой плагин и пользоваться причем большинство плагинов у нас бесплатный но есть обратная сторона медали всех этих плагинов о которой я расскажу в следующих видео в конце данного курса не пропустите я буду рассказывать о чистоте сайта как сделать так чтобы сайт максимально оставался быстрым при загрузке через браузер да и там как раз я буду говорить о темах о плагинах и покажу необходимых плагин без которых в принципе нельзя сайт так сказать загружать в интернет в идеале вот сам wordpress как он есть его бы использовать вообще без плагинов ничего не устанавливая чтобы сохранить частоту и быстрой загрузку страниц но к сожалению у нас не получит это сделать так или иначе мы будем прибегать к сторонним плагин что за обратная сторона медали более подробно я расскажу также используя какой-то плагин а потом получилось так что вам не нужен вы всегда сможете его удалить вот здесь на ссылку удалить теперь вы знаете что такое плагины их значение обязательно досмотрите курс до конца чтобы полностью понимать и как нужно относиться к плагинам на wordpress ставить столько самое необходимое ни в коем случае не нагромождать плагинами сайт но как я уже сказал ранее я более детально расскажу и покажу полезные плагины необходимы для любого сайта я вас жду в следующем видео а